Всем привет! Я уже узнаю это место, куда мы приехали. Сегодня мы вновь переехали на вейксерфинг, так как нам очень сильно понравилось в прошлый раз. Решили все-таки повторить. А после вейксерфинга, по идее, я с папой иду играть в страйкбол. Мы будем вдвоем один на один играть. Тише, наверное, нельзя, да? Да. Я в последнее время начал увлекаться страйкболом и решили, для того, чтобы мне прогадать, вначале попробовать, как это почувствовать на себе. Если понравится, то потом можно будет купить пару приводов и играть вместе с папой. Да, давай быстро переодеваемся. Когда тише подрастет, и стише. Потому как время наше ограничено. А мы уже опаздываем, да? Пару минут, да. Пока Даня будет играть в страйкбол, то я, может, в аэродрубе трюкаю. Да, посмотрим. Быстро переодеваемся. Ты тоже хочешь серфить или нет? Не, не хочу. Ждем папу. У папы сумка с шортами Данины купальнями. Ну, вообще, 1 июня я не хотела мочиться, потому что вода тогда была холодная. А сейчас весь день была жара, и водичка в реке-то тепленькая. Мам. Тише, я бы на твоем месте. Смотри, блестяще. Покупалась бы, однозначно. Мама не хочет, она говорит, что она не готова, она пока что боится. Мне, у меня какой-то есть страх, боязнь глубины, что это речка, что это мы на глубине будем плавать. Поэтому я понаблюдаю за тобой. Да, я постоянно маме объясняю то, что мама, ты же умеешь плавать, тем более на тебе будет бронежилет. Но если мама не хочет... Это не бронежилет, а жилет спасатель. Жилет для купания, постоянно путают. Смотри, Даня. Давай, быстро пошли туда. Видишь, как он блестит? Тише, нас уже ждут. Мам, я нашел цветок, который блестит на солнце. Ботя, догоняй Даню, быстрее. Давай, заходи, переодевайся быстро. Даня, ты как настоящий Супермен. Это твой костюм по ощупь Супермену. Это Супермен. Ну, а вот мы там перейдем. Ну, посмотрим, за то можно. Я одежду взяла. Гидрокостюм, который мне дали в прошлом раз, жилет тоже. Такой же. Как такое может быть, да? Ну, они же не заняты, значит, может быть. Принесли доску, на которой будет кататься, да? Даня сегодня. Да. Давай руку. Ну что, плывем? Так, Данечка. Там же дальше рыбы. Даня, смотри. Один раз. Даня, дальше ты пыли. Что? Дальше мы пыли. Что с вами поехали? Так, вставай, не помнишь. Я думаю, у Дани все получится сегодня, так как он уже раньше пробовал. Эээ, вода хорошая. Ну, две руки наберем. Поехали. Где наш Даня? Есть он? Да, не вот так. Ну что, он упал, да? Нет, ну... Не, что подставляешь прям каждому близку. Прям прям виси, весь его вверх, на левую спорь. А там... Слишком близко? Да, если... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok 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 глаза. Тиш, и мешать Дане, и папе тоже нельзя. То есть, если ты можешь зайти вот тут с краешку посмотреть, подглянуть чуть-чуть, но не заходить. Надо поправлять, Синок. Оп. Вон цель стоит, видишь? Первый может быть холстым. Все, супер. Народец. Наконец-то. Давайте. У вас тоже одиночка. Попробуйте пострелять. Первый может быть холстым. Ну что, пожелать вам удачи? Да. Как думаете, кто выиграет? Папа. Почему ты так думаешь? Даня, ты идешь на эту? Ты тоже крутой, Даня. Я буду стараться, конечно. Сейчас попробую выжидать его, стрелять и закрыть его. Например, вот здесь где-то. Какой счет? 2-1? Внимание, старт играть. Если выжидают, то выжидают, что уже наверняка выстрелят. Прикинь, есть ли у папы такая же тактика? Есть, убил. Ну, он ее победил. Как ты оттуда прям попал? Я не знаю. А ну, классно, иди. Больно попадают эти пункты? Когда далеко нет, когда близко. Это еще хорошо, что ты не в футболке, а в этом жакете, понял? Было бы, наверное, достаточно больно без него. В плане старт играть. Есть? Интересно. Что он мухлюет? Говори правду. Нет. Мухлюешь. Мне кажется, я еще раньше здесь тебя попал. Ну, не точно. А там точно попал. Здесь очки еще нет. Ну, вот здесь точно не попал. Могу в защиту. Потому что было три выстрела, и все три пришли в забор. Вот туда, в тот забор. Оно слышно, когда по забору попадает. Нет, я сам, честно, был в шоке. Но тебя мама ждала, потому что она держит камеру туда. Я понимаю, что ты побежал туда. Я быстро навстречу. Я бы так его бы... А что ты так делаешь? Мне же тоже надо поснимать чуть-чуть. Попутный ветер. Мама весь красный. Небось, я тоже, да? Я вообще в шоке. Я как Нео бегу, а пуля чувствует... Ну, вот вижу пуля. Тут что-то белое пролетело. Чувствую, как сзади звуки попадения были. В забор защиту. Папа весь мокрый, Даня. Ходи побегай. Кажется, вроде бы, да? Если будешь просто ходить, тогда быстро... Неинтересно будет, правда? Не то, что интересно. Я просто ходил поначалу, Даня у меня попадал больше. Когда я начал уже хитрить, тогда я побольше выиграл. У вас передышка, да? Понимаю? Да. Передохнули немного? Передохнули, но мало. Хотелось бы еще. Но уже поздно. Скоро солнышко будет садиться. И будет темно. Поэтому надо успеть поиграть. Мы с Чишей поднялись на возвышение. Вот такое вот. Можно еще... И отсюда очень прикольно наблюдать за ними. Их видно, как на ладони они, кстати. Так. Папа передвигается. Даня вот здесь. Я его вижу. Папа за деревом сразу. Ух, наконец-то мы доиграли. Очень понравилось. Не знаю, как тебе, пап, на мне. Это прикольно. И не так просто, как кажется. Ты бегаешь постоянно активный. По-настоящему. Ты глянь на свою футболку. У тебя плечи мокрые. Понравилось? Своего рода такой спорт прикольный. Да. А кто ввел последнюю игру? Я не знаю, честно, но... Последнюю вроде я ввел. Да. По-моему, он последний. Но вначале я его выигрывал. Но потом, когда он начал хитрить, я начал хитрить. Взял какую-то тактику и... Да. Вот. У нас сложнее, интереснее. Мы оба начали хитрить, и намного игра стала интереснее в раз за три где-то. А как это хитрить? Потому что я не понимаю. Ну, тактику свою продумываешь, пытаешься как-то высматривать. Что-то такое. Прячешься, пробегаешь. Незаметно стараешься. Вот этот полигон как раз подходит для двоих, считай, идеально, да? Потому что места... Не очень много, но для двоих хватает. Ну, да. Так, пошлите. Идемте в машину, будем ехать домой. Эй, Тиш, никогда так не делай, сынок. Мы приехали. А трогает машину, папа едет. Мы приехали. Успела уже даже стемнеть. Добирались мы сколько? Минут сорок, мне кажется. Сейчас кушаем арбузик и идем плавать в бассейне, да? Мама, можно снимать лейкопласт? Снимай, конечно. Даня, уставшийся. Смотри, как Даня ходит. Все спрашивают, почему лейкопластер? Почему Тиша лейкопластер, как вы думаете? На страйкболе, когда Даня с папой играл, Тиша поранил стеклышком пальцы. Он додумался ручками рыть землю и на что-то напоролся и немножко поранил пальчик. И он не плакал, что вы думаете? Он мужчина. Сейчас заклеим медицинским клеем пальчики. Будешь с нами купаться, да? Тань, держи ключик, открывай. Как его тереть? Я сделаю, пойдем в дом. Включим свет, мама все сделает. Быстро переодеваемся, идем в бассейн, немножко прохладимся. Я, наверное, тут засяду в этом бассейне. Больше не выйду, потому что я так измотался. Нормально, не смертельно, Тиш? Арбуз будешь есть? 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 Арбуз будешь? Арбуз будешь? Арбуз? 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 Попытка номер сто семьсот тысяч. Попытка номер сто семьсот тысяч. Попытка номер сто семьсот. Попытка номер сто семьсот. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры сделал DimaTorzok